Академика Петра Транько Академика Петра Транько Академика Петра Транько Академика Петра Транько Петр Тимофеевич Транько это символ Петр Тимофеевич Транько это миф Петр Тимофеевич Транько это реальность Возможно сельский парень не ставил перед собой такой цели, но доказал, что при желании можно добиться многого, достичь самых высоких вершин Он родился в бедной крестьянской семье, рано потерял отца, познал нищету, едва не оказался в детском доме, выжить помогли односельчане, материнская любовь и отчаянность, жившая в этом мальчишке и стали подспорьем Отец его умер очень рано, он вспоминал его теплыми словами, матерью он занимался всегда Они его приучили к украинскому языку, к литературе Особенно много он знал Шевченко, цитировал Шевченко Родина его, родное село Заброды на Харьковщине Для него малая родина, свое село, близкое окружение, учителя, это были люди, от которых он унаследовал все самое лучшее, то, что ему было необходимо для развития После окончания учительских курсов молодой Транько преподавал в школе историю и украинский язык, был директором детского дома Его будущий путь, возможно, и продолжился бы дальше на педагогической ниве, если бы жизнь не внесла коррективы Срочная служба в армии, работа в Комсомоле, где особенно ярко проявились его организаторские способности, поддержанные энтузиазмом и упорством молодежи В сентябре 1939 года в совершенстве владеющего украинским языком комсомольского вожака Петра Транько рекомендовали для работы с молодежью на территории только что присоединенной Западной Украины Сегодня о тех временах вспоминают в основном в негативном контексте, а тогда все население восприняло объединение двух частей Украины в пределах одного государственного сообщества с большим патриотическим подъемом Это был такой очень патриотический подъем, тем более он как раз получил удовольствие от той общественной работы, которую он проводил на Харьковщине Удовольствие от той работы, от учебы, от общения Шла пропаганда не так легко, как нам представляется Убедить галичан в чем-либо было чрезвычайно трудно Я думаю, у него хватило мудрости, чтобы не влиять, а рассказывать о том, что сделано в Центральной Украине, на Харьковщине Он доносил все это искренне, от души, так сказать Не было никогда нареканий, что он там внедрял нечто враждебное или тоталитарное, такого никогда не наблюдалось И на сегодняшний день помнят о нем на Станиславщине И на сегодняшний день помнят о нем На 10 сентября 1940 года, когда проходила первая областная конференция комсомольской организации В области уже насчитывалось 630 первичных организаций, которые объединяли 6,5 тысяч молодых людей Что говорит о его чрезвычайных организаторских способностях и о его чрезвычайной коммуникабельности Об огромной работе, которую он здесь проводил, организуя молодежь на новые дела А сделали сколько? Мы от себя все отрывали, туда все везли 8 врачей было, надо было больницы строить, 2 института открыли, филармонию, институт прикладного искусства Безработицу ликвидировали и так далее Все это было Другое дело, я тоже не оправдываю, что было сделано такого бесчеловечного Выселяли целые селы, арестовывали много людей А у нас этого не было развито Такова была политика, не вина нашего народа Это единая была политика, которая шла оттуда Когда началась немецко-советская война, Петр Транько добровольцем ушел на фронт В походах и боях в составе авиасоединения он участвовал в обороне Киева и Сталинграда Освобождении Ростова-на-Дону и Донбасса Октябрь 43-го внес неожиданные изменения в жизнь майора авиации С подразделениями Красной Армии он вошел в Киев Был отозван из армии и возглавил комсомольской организацией столицы и Киевской области Когда освободили Киев, известны кадры, когда у памятника Тарасу был митинг Жуков был, Хрущев и Петр Тимофеевич тоже был участником этого митинга Он тогда был секретарем обкома комсомола Киевской области По воспоминаниям Петра Тимофеевича мы знаем, что это была работа по очистке зданий, которые были на Крещатике Парк Владимирский, филармония, все, что необходимо Привлечение кадров, которые возвращались после войны, занимались восстановлением библиотек, которые существовали Центральная научная библиотека, которая была на Грушевского Парламентская библиотека, пополнение или накопление их фондов В 1947 году Транько был избран в состав руководства комсомола Украины Однако работать на этой должности ему долго не пришлось Тогдашнее политическое руководство республики, возглавляемое печально известным Лазарем Кагановичем Обвинило Петра Транько в национальной ограниченности и потере политической бдительности Как мне известно, это событие произошло так Шла подготовка различных документов, которые шли через отделы образования, отделы науки И мне известна ситуация Петр Тимофеевич настаивал на том, чтобы они были выполнены на украинском языке Как и доклады на районных и областных конференциях Обвинения угрожали серьезными неприятностями Поэтому Петр Тимофеевич оставил политическую работу и отправился на учебу Окончил исторический факультет Киевского университета Это легендарный человек И мы гордимся тем, что он выпускник университета Пришел через бурные годы, сохранил разум, глубокую порядочность Чуткость к людям, за что его все уважают Затем несколько лет учился в Москве, в Академии общественных наук Защитил кандидатскую диссертацию В начале 50-х годов снова вернулся в Киев Занимался партийной работой Находясь в рамках жесткой партийной этики Он стремился выразить свое собственное мнение По насущным вопросам в гуманитарной сфере Он откровенно выступал против сужения сферы употребления украинского языка Особенно в школах и других учебных заведениях Он всегда работал на Украину Без крика, без шума, ежедневно Он образцовый патриот, который никогда не рвал на себе вышиванки А работал на великую идею Украину в семье славных народов Переживания за родной язык, культуру, многовековые народные традиции Не оставляли Петра Тимофеевича в должности заместителя руководителя правительства Украины По гуманитарным вопросам На которые он был назначен в 61-м году Но нелегко ему пришлось работать в тех условиях Когда любое обращение к национальной истории Трактовалось партийными органами как буржуазный национализм Борьба за сохранение национальных культурных ценностей Была непонятна для партийной номенклатуры Постоянные осложнения сопровождали Петра Тронько В процессе создания музея истории украинского казачества На острове Хортица в районе города Запорожье Затем при создании уникального музея народной архитектуры и бытов Пирогова Партийная элита обвиняла его в том, что он якобы под Киевом Создает националистическое гнездо Но Тронько, удачно маневрируя между политическими рифами Сумел таки реализовать идею создания национального музея Которой до сих пор ежегодно посещают сотни тысяч жителей Украины и зарубежья Чем он гордился и всегда подчеркивал, это Пирогова Каким образом? Как оно было? Какие это были дискуссии? Как перевозились различные стенды и хаты? Подручные материалы и художественные ценности из разных областей Украины Насколько это была сложная, колоссальная работа, которую он провел и завершил Как историк Петр Тронько занимался научной работой Он изучал историю молодежного движения, историю Украины и отдельных ее регионов во времена Второй мировой войны В 68 году он стал доктором исторических наук Мы сегодня заимствуем опыт европейской историографии И мы забываем одну простую вещь, что основателем той микроистории Украины был Петр Тимофеевич Тронько 30 или 40 лет назад Бесценным вкладом Петра Тронько в отечественную науку Стала подготовка им 26-томной истории городов и сел Украинской ССР Издание основательного и уникального, за которое он получил государственную премию СССР Это было уникальное и остается уникальным изданием Уникальным изданием, потому что оно было реализовано только в Украине И только в таком масштабном измерении Он был одним из первых, кто осознал роль региональных исторических исследований В культурно-образовательном и воспитательном процессе Поэтому после перехода на работу в Академию наук Украины в 70-х годах прошлого века Он занялся вопросами исторического краеведения Позже он фактически поднял из руин всеукраинский союз краеведов Который был основан еще в 1925 году Был редактором журналов «Памятники Украины» и «Краеведение» После обретения Украины независимости Остров стал вопрос сохранения и восстановления исторических памятников Украины И здесь пригодился опыт академика Транько В середине 90-х годов он становится советником президента Украины По вопросам историко-культурного наследия А вскоре возглавляет комиссию по вопросам восстановления Выдающихся памятников истории и культуры при президенте Украины Он нашел нишу, где всегда украинское национальное оно живет Эта ниша связана с культурным наследием Ниша связана с малой родиной С возрождением краеведческого движения Его обновления Которое когда-то было заброшено И в этом плане он был неотразим Именно его заслугой стало создание информационно-методического бюллетеня Охранный памятник в истории и культуре Украины За эту работу по возрождению и сохранению историко-культурного наследия В 2000 году он был удостоен высокого звания Героя Украины Следующим грандиозным проектом Петра Транько Стало издание всеукраинской историко-документальной серии «Реабилитированные истории» Она предназначена для освещения трагических событий в истории Украины Возвращению ей незаслуженно забытых имен государственных деятелей Ученых, художников, рабочих и крестьян Памяти тех, кто боролся за свободу и независимость Украины В это время начинается работа над реабилитированными историей Это также его идея Он начал эту работу На сегодняшний день мы издали уже 110 томов реабилитированных историей Украины Много чего планировал еще сделать академик Петр Транько Но его жизнь оборвалась осенью 2011 года А начатые им дела успешно развиваются и приумножаются Плодотворно работает всеукраинский фонд Воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия имени Алеса Гончара Который Транько возглавлял с первого дня основания в 1996 году Продолжается изучение истории городов и сел Украины Учеными и энтузиастами под эгидой Национального союза краеведов Которым Петр Тимофеевич руководил более 20 лет Сегодня авторы лучших краеведческих работ Награждаются медалью с изображением Петра Транько Субтитры создавал DimaTorzok